У меня сегодня цель максимально емко и информативно рассказать про мандулы. Не нырнуть бы с этим сезоном. Фигня какая-то. Толстолобы же не клюют. С хорошим четким ударом. Я нашел рыбу, и она клюет. С самого выброса. Я надеюсь, вы видели, хотя поклевка была слабенькая. Мне кажется, судак. Судаком я тебя назвал. Те еще до судака пилить и пилить. Закат такое. Солнце красивое. Прям образцовая рыбалка. Те еще до конца. Ребен, ху ху ху. Те-сереи. Те-сереи. пока еще прохладно пару дней будет поэтому зимний костюм а там будет плюс 15 уже можно одевать другие вещи на солнышке разогреть до плюс 8 а так ночью было минус 1 вроде ничего не забыл джей привет спустишь меня вон вдали территории стоит пока еще тентом накрытый все заряжено заправлен и на рыбалку стоп еще сантиметр если можешь сейчас одену все попали хотел сказать что нахожусь на базе икра мы уже приготовились сейчас по дому мотор поедем спускать и наконец на рыбалку открываем сезон только поставил систему от практик про в том году с димой зюзиным мы ну не то чтобы испытывали он мне показывал как она классно работает но реально очень удобно и спускать катер и поднимать катер очень удобно и во время транспортировки катер на ложементах лежит а роликами ты его только ну поднимаешь гидравликой ролики но сейчас еще 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 немного ну вот давай так остановись пока и хочется я не знаю то что мы вытаскивали в другом месте но и вообще там на оборудованных слепах гораздо больше угол и там гораздо проще здесь просто мелко 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 вот поэтому я на всякий случай заведу мотор он прогреется мы еще чуть глубже загоним катер поднимем ролики и тогда он ну поедет по роликам еще вот такие ворота поставил вот одна часть вот соответственно вторая часть то есть ну загонять попроще то есть они направляют катер стиль понятно но обычно попадаешь да вот когда боковая волна сильное боковое течение то с этими воротами гораздо проще так но схема какая у нас гидравликой поднимаются колесики вот сейчас будем смотреть вот я уже чувствую нагрузку то есть колеса пошли упираться в катер короче поднимаются колеса и по колесам его спускаешь повторюсь там о поехал отпускай отпускай все я пошел все по роликам съехали с прицепа у меня 7 цель максимально кратко ну кратко у меня редко получается ладно максимально на емко и информативно рассказать про мандулы приманка классная работает в определенных условиях я сейчас очень много на них ловил потому что больше всего поклевок было как раз таки на мандул то есть вода прохладная 3 4 5 градусов начало сезона весна и на мой взгляд мандулы здесь раскрываются максимально полно то есть именно зимой именно в холодной воде там поздней осенью весной это как раз тема для мандул но как уже стало доброй традицией в телефоне много записей много пунктов которые я с вами хотел бы сегодня обсудить и давайте начнем я думаю вы сами все в ролике увидите но первое о чем хотел хотелось бы сказать это я много роликов также смотрел по поводу мандул ну как смотрел периодически что-то выходит тебе это интересно тебе интересен тот человек который это рассказывает ты открываешь и смотришь то есть всегда когда появлялся какой-то интересный материал про мандул я его смотрел и что могу сказать например по поводу проводок да сколько я не экспериментировал с подбросами с удержанием на грунте с покачиванием окей да все это работает но в принципе также хорошо работает обычная ступенька я сейчас уже практически закончил эксперименты ловлю классической ступенькой только чередую там обороты либо два оборота три оборота четыре оборота если совсем мелко груз тяжелые там или ты валишься в яму поэтому делаешь меньше оборотов там два оборота чтобы лучше контролировать свал если затаскиваешь на бровку то соответственно там 34 оборота статистика говорит вот о чем подбрасываешь ты не подбрасываешь ну бывает клюет и так бывает клюет и сяк и хотел еще сказать о том что одно дело когда ты ловишь допустим в день две-три рыбы и ты так так о так я две с подбросом поймал одну я под задержал на грунте и одну я поймал по классической схеме ну я считаю все-таки не такая статистика да здесь клевала офигенно здесь я в день ловил ну по очень много судаков и вот это классное поле для экспериментов то есть реально можно было сравнить совершенно разные стили проводок с абсолютной уверенностью могу заявить что самое крутое это простые обычные обороты обычная джиговая ступенька ловите наслаждайтесь на мандул в этом случае клюет просто офигенно кому нравится экспериментируйте но я для себя наверное уже на данный момент сделал выводы многие считают что мандула работает с перегрузом но я бы сказал так то есть она работает совершенно разными грузами и на легких грузах хорошо работает на восьми граммах на десяти при аккуратной проводки на долгих завесонах тоже хорошо работает с перегрузом скачущая проводка тоже хорошо но как правило чем более теплая вода тем более динамичная проводка возможна то есть летом когда температура воды 15 18 20 градусов мы можем дергать мотать очень резко очень быстро и рыба сама по себе она такая более настроенная более агрессивная более активная поэтому как правило для меня все эти резкости перегрузы это все таки лето и теплая вода зимой как правило чуть более аккуратно то есть просто обычная джиговая подача либо там классическая либо с небольшими завесонами вот она работает лучше всего опять же повторюсь поймать можно черт пойми на что да многие сейчас скажут ну чё я там повесил вон 40 грамм пошел на москва реку две рыбы за целый день поймал а ты там ловил на легкие груза тоже там две или три или четыре рыбы за целый день поймал ну типа примерно то же самое ну с одной стороны то же самое с другой стороны мы не знаем с какой рыбой мы встретились да если эти две рыбы были гиперактивные они клюнули ну не гипер ладно зимой прям гиперактивных прям особо то не бывает но такие просто активные да просто нормальные заведенные рыбы вот они успели хлопнуть и на 40 грамм они также успели бы хлопнуть и на 15 на 20 грамм из-за этого может сложиться ощущение что мандала работает с перегрузом нет я бы так не сказал мандала работает на совершенно разных грузах вот в каком стиле вам больше нравится ловить в том и ловите единственное я говорю что летом всякие подрывы они чаще хорошо работают зимой такая классика обычная не сильно прям замедление но не сильно ускорение то есть такой средний темп лучше всего единственное что кстати интересно чем больше размер груза тем меньше мандала захлёстывается периодически случается так задний тройник залетает вот сюда на поводок вот так вот его закидывает и здесь конечно нужно отдать должное с более тяжелым грузом этих закидываний меньше если мы ловим на груз 20 грамм то может быть и там пару захлёстов за 10 забросов да если мы ловим на ту же мандалу с грузом там 40 плюс грамм то не знаю с 20 забросов будет один перехлёст или с 30 забросов будет один перед перехлёст в этом ну как бы явно очевидное преимущество здесь согласен еще интересный вопрос почему они ловлю ну практически не ловлю на мандал летом ну все-таки для меня это зимняя приманка то есть объясню почему она обладает минимальными своими колебаниями даже вот сейчас когда я использовал но в основном использовал на грузе чебурашка про он и чуть-чуть немножко из стороны в сторону раскачивает но она можно сказать практически не играет то есть ну немного совсем подвиливает на шарики она тоже но бывает что-то там дрожит но в принципе более-менее идет ровно ну вот на мой взгляд чем меньше колебаний у приманки тем она лучше подходит для холодной воды как правило моя статистика говорит о следующем что когда температура воды падает но она ну 8 постоянно соответственно падает вот ниже 10 градусов уже есть ты ловишь на крупную резину ты ловишь достаточно медленном стиле да то есть такая аккуратная проводка если ты ловишь на силикон в 10 градусов еще возможно все да там разные варианты разные стили но вот точно помню когда температура воды падает ниже пяти четырех градусов осенью как правило силикон работает только с маленькой пяткой такие вот модели такие вот прогонистые формы это где-то ну примерно одну сколько я ловил на москва реке на окей ловил примерно ниже четырех пяти градусов когда вода начинает падать и до двух до полутора градусов работает и мандула хорошо работают и силикон с таким прогонистым телом и маленькой пяткой с чем я это связываю с ненастойчивыми колебаниями да мне опять же так кажется что как я часто в других роликах тоже говорил главное не перебрать с колебаниями то есть если ты в холодной воде поставил слишком активную агрессивную приманку то как правило на нее поклевок не будет это мы говорим про нашу стандартную рыбу про там щуку про судака да есть исключение так например лососевые это горные реки где ну часто температура воды там 3 градуса 5 градусов 8 градусов и а там классно работают вертушки но не знаю не так много я прям в горных реках ловил и не натолкнули они меня на какие-то там мысли почему именно так происходит в горной реке но могу сказать что по нашей рыбе по щуке по судаку по окуню это очевидно если ты будешь ловить на кранке в холодной воде ты как правило ничего не поймаешь или поймаешь но очень очень мало а как только температура переваливает летом за 20 градусов на кранке очень неплохо клюет троллингисты это отдельная тема многие сейчас могут тоже привести этот пример дело в том что троллингом то покрываешь огромную площадь и все равно даже в холодной воде ты сталкиваешься с активной рыбой да и очень мало но ты с ней сталкиваешься покрыть подобную площадь забросами на крэнк но это надо реально целый день их листать и но это это маловероятно но серьезно поэтому периодически в холодной воде встречаясь с очень активной рыбой на троллинг она попадается да но грамотный спиннингист я хотел сказать что на какой-нибудь там классный силикон например кейтек свин компакт фэд 6 и 8 вот он поймает гораздо больше чем троллингист с воблерами и с высокой скоростью провод на осенью вот поэтому каждая приманка хороша к своему сезону либо например если тоже вести в быстром агрессивном стиле осенью как правило ничего хорошего из этого не получится короче чем более холодная вода тем меньше своих собственных колебаний должно быть у приманки ну для меня это такое вот реально золотое правило но это не говорит что обратная схема не работает то есть летом на не сильно агрессивные по колебаниям приманки тоже клюет и клюет неплохо и у меня много знакомых которые летом ловят на мандулы которые я летом на слаги ловлю там на дроп-шот на слаги ловлю кто-то на джиг головки слаги используют ну то есть не активные приманки которые не обладают там мощными колебаниями али они летом тоже работают но именно в холодной воде потенциал вот этих вот приманок как мандула например там или силикон с маленькой пяткой он максимально полно раскрывается то есть когда температура воды доходит до 5 градусов до 4 до 5 градусов это мандула это конечно поролон но поролоны летом вот кстати еще один пример поролон тоже не сильно активной игрой да ну там он на грузике раскачивается из стороны в сторону назовем это не сильно активная игра шикарнейший просто летом работает просто одна из лучших приманок и летом и зимой и в любое время года это вот лишний пример который подтверждает мою теорию мою схему идем по снижению температуры 4 градуса силикон только с маленькой пяткой и примерно где-то с полутора градусов и ниже когда вода прям ну реально на грани замерзания там 0 5 1 градус я достаточно часто закрываю в это время лодочный сезон с лодкой ловлю там на волге это либо силикон такой достаточно медленной проводкой но это точно главное опять же не перебрать с колебаниями а если мы ловим с берега нам особо ну на самом деле с берега особо ничего не оставить не остается потому что мы не можем как бы и далеко забросить и с небольшими колебаниями там на дальней дистанции провести силикон потому что с берега как правило но частенько рыба стоит далеко то есть мы кидаем там на 70 80 90 метров и там надо как-то преподнести приманку обычно это более агрессивный более скоростной стиль но там стиль в среднем темпе условно и поэтому сама приманка должна обладать минимальными своими собственными колебаниями вот как раз таки мандула обладает минимальными колебаниями поролон обладает минимальными колебаниями и из резины остается только модели с маленькой пяткой но и резина замолкает при ловле с берега ну примерно ну как замолкает нет опять поймать можно на все что угодно вы же помните да просто один спиннингист поймает в день там 456 рыб другой поймает одну-две вот вам будет ну наглядная разница кто использовал подходящую приманку под эти условия кто использовал неподходящую приманку для этих условий поэтому примерно ниже полутора градусов как правило когда ты ловишь с берега на дальней дистанции на средней дистанции это достаточно либо в среднем стиле подматываешь либо быстро нужно использовать приманки как я уже одно и то же повторяю на самом деле простите меня за это последний раз приманки с небольшими собственными колебаниями это либо мандула либо поролон в мандуле еще что хорошо два тройника и если рыба очень аккуратно настроена она аккуратно прикусила за хвостик или аккуратно как-то там поднула она скорее всего засечется то есть реализация у мандулы но правда на очень очень высоком уровне у нее обратная сторона и в корягах не половишь поэтому мандула это только по чистым местам особо и на глиняных бровках тоже не положишь то что ну понятно что эти два тройника они легко цепляются за все из-за бровки и за мусор и за все что угодно поэтому чаще поролон от такая более менее универсальная приманка я ловлю там и по открытым и в корягах и везде где угодно мандулы это приманка точного применения в тех местах ну как правило где не так много зацеп летом мандула продолжает работать и многие мои знакомые продолжают тоже ловить на мандулу но летом как правило лично я концентрируюсь на там подготовки к палу ловли на волге это как правило ловля с лодки и ты пытаешься поймать самую крупную рыбу поэтому используешь априори более крупные приманки и с лодки ты можешь провести медленно да ты можешь уговорить даже очень неактивную рыбу летом же тоже бывает и неактивная и крайне пассивная из абсолютно не берущая рыба вот поэтому в расчете на неактивную рыбу ловить ты должен в медленном стиле и здесь слотки ты можешь подать крупную приманку медленно и попытаться ну поймать самых крупных рыб в этом водоеме мандула она немного другая она все-таки нацелена ну мне так кажется в первую очередь на количество когда у тебя надо поймать и 500 граммовую рыбу килограммовую рыбу да периодически на нее попадаются на мандулы 10 килограммовые 5 килограммовые щуки да все это бывает но как правило если все-таки ты нацелен на трофеи то чаще всего ты используешь более крупные приманки ну в связи с ситуацией последних там нескольких тройки сезонов стало очевидно что это минимум где-то там 6 дюймов чтобы ты рассчитывал на трофейную рыбу именно поэтому я летом мандулы реже использую но это не значит что они работают хуже приманки с небольшой своей собственной игрой в теплой воде продолжают работать а вот наоборот отправила правило не действительно какой груз использовать с мандулами ну вот не принципиально вот ну абсолютно не принципиально кому что больше нравится можно шар использовать вот я и шары использовал эту рыбалку я больше всего использовал вот эти вот груза чебурашка про называются можно использовать и проводники вот такие вот тоненькие вытянутые груза я на все эти груза с мандулами ловил рыбу с некоторыми с шарами мандула меньше всего играет она практически ровно идет чуть-чуть может вот так дрожать ну с другими грузами как чебурашка про и как проводник она там немножко раскачивается но совсем немножко может быть там отчасти напоминая поролоновую рыбку клюет и так и так никакой закономерности от формы груза я не заметил я продолжаю на всех случаях экспериментировать я на самом деле очень много что пробую постоянно и вот забавно почему-то ну в соцсетях частенько спрашивают там ему андрей чё ты эту какую-то ерунду используешь зачем тебе этот поводок с застежкой с там с каким-то вертлюжком ты же всем нам говоришь что лучше всего обычная скрутка и минимум элементов и так далее но чтобы к этому прийти чтобы сделать эти выводы нужно половить на разное и попробовать разное поэтому когда ног не еще пробовать я пробую на обычных рыбалках там при подготовке к турниру пал в том числе там без берега ловлю из лодки я постоянно пробую что-то новое и приманки и груза и поводки и катушки плетенки ну все все подряд реально чтобы у меня сложилось свое собственное мнение там о тех или иных продуктах или о тех или иных вещах там работают они или не работают поэтому периодически на моих там фотографиях или видео вы видите совершенно несуразные вещи которые просто экспериментальные которые я просто хочу погонять и хочу для себя понять какие закономерности что там и как и собственно что это такое по поводу цвета кто-то считает что там кофигу какой главное полосатый не могу сказать вообще что заметил какую-то зависимость от цвета ну вот реально может быть с годами сезонами что-то изменится но на мандула я ловлю 9 на 10 может быть больше но вот точно не помню конечно и разные расцветки пробую ну вот не заметил я разницы но любимые есть есть любимый короче больше всего поклевок и если из полосатых я бы выбрал beeline желто-черную неплохо работает redhead белое тело красная башка такая вся пожеванная ну вот в эту поездку и вообще мне тоже очень нравится я то оторвал и она была супер пожевана это не такая пожеванная мне больше всего нравится наверно один из моих любимых вот этот цвет то есть черный с ярким хвостиком еще вот такой вот люблю вот тоже с красным хвостиком и посветлее тело принципе вот эти четыре расцветки абсолютно разные полосатиков я там какие только не пробовал но в принципе на все клюет на все полосатики более-менее клюет но вот эти вот мои любимые это если уж кто-то прям захочет там сказать спросить точнее андрей ну вот так ну прям вот как из меня на черно не знаю а мне кажется очень красиво вот но и рыбе нравится тоже сам гонгал личная рыба эти птички сопротивляется за наверно весной ведет себя как хищник достаточно часто попадается на различные спиннинговые приманки сейчас у меня мандалу схватил прям в рот он ну вот для сазана наверное не крупный но с точки зрения размера рыбы на спиннинг вообще классный килограмма не нырнуть бы с этим сазаном таких я ловил уже несколько лет назад лет пять назад постоянно весной клюют на спиннинг как и лещи собственно лещи тоже весной становятся хищниками такими полохищниками прям за задний крючочек надежно он ее зажевал вот конечно сегодня не очень тяжеловато в такой ветер контролировать проводку но погоду не выбирают вообще течение в ту сторону но ветер настолько сильные что лодку развернула в обратку ничего не остается как кидать вот так вот на снос с очень-очень-очень такой аккуратненькой поклевочкой может просто кого-то подпагрила может подлевка была еще ветер такой боковой сильный и мало что почувствует судачок вся в перемешке стоит судаки и карась вместе с ними кстати и сазаны вся рыба вместе крутится такой наверное килограмм вода холодная 3 градуса сейчас только будет 4 где-нибудь и будут размашистые хорошие поклевки а сейчас половина поклевок таких непонятно что-то стандартный стандартный судак для между волн что-то там около килограмма бывают тут рыбы и 3-4 килограмма и пятаки но наверное стандарт около килограмма опять же по холодной воде чем хороша мандула он чуть-чуть ее за хвостик прикусил а в хвостике тройник вот поэтому рыба в руках он с хорошим четким ударом не знаю кто это мне кажется это собачка он такой около стандартный килограмм с копейками давай судак как под копирку с предыдущим один в один мандула 10 сантиметров и это точно судак удар узнал ну ребята в стае этот даже меньше меньше чем остальные ну плюс-минус одинаковые может проскочить какая-нибудь трешка-четверка но но конечно это бонус однозначно ну для нижней волги на самом деле характерен такой размер судака ну для раскатов я имею ввиду да я уже в самой нижней части тут до моря совсем недалеко а если мы говорим про район волгограда то там там гораздо крупнее судаки но чаще они по краинерам встречаются если клюет не вижу смысла что-то менять значит приманка рыбе нравится как клевать перестанет ну буду экспериментировать другие пробовать мандула 10 сантиметров такого цвета но мне кажется сейчас цвет не знаю мне кажется не сильно играет роли но что-то менять на другое не хочется хочется половить супер ради этого и стоит я нашел рыбу и она клюет какая же да некрупная ну и ладно в другой день поймаем покрупнее да не ну хороший приятный судак против течения вообще неплохо сопротивляется быстро покажу как в апексе выглядит эта стая вот эти вот отдельные белые пятнышки черточки ну не очень удобно просто одной рукой снимать другой рулю а другой рукой крутить вот поэтому я немножко подмазываю вот смазанная рыба да но видно что это такая огромная плотная плотная стая вот очень красиво стоят короче рыбы здесь достаточно может покрупнее судак и сазанчик тут вообще вся рыба в перемешку жирик хороший все на одну приманку не снимаю может быть и на силикон бы клевала с поролоном но просто хочу половить пока не хочется экспериментировать клюет отлично ну вот продолжу наслаждаться поклевками такой же рыб два-два с чем-то 18 грамм мандула 10 сантиметров так чуть-чуть тихо 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 ушел на расстоянии метров 35-40 от лодки вон разводы сейчас резко потеплело вылетела всякая мошка комар и ну я бы мог представить что разная рыба там есть поверхности но только что видел карася он он так ну показал наверное треть спины около лодки такой нормальный карасик там 500-700 грамм ну то есть может быть это разная рыба но в том числе и среди них карась ест с поверхности забавно а вот это в описи 100% карась ну прям 100% я его и в рот ловил и он подбагривался случайно и выглядел прям один в один то есть его много-много-много круглые точки и обычно такие огромнейшие стаи просто неимоверных размеров со щукой пока не ладится но ага прикол ну ладно не щука но заготовка для щуки хотя для маленькой реки нормальная щучка если бы я был в Подмосковье на маленькой речке нормальную щучку поймал здесь конечно хочется покрупнее рыбу та же приманка 10 сантиметров мандула я вот сейчас по неширокой протоке иду такая метров 40-50 здесь очень много рыбы и вот интересно обратите внимание видите силуэты они такие не точные да они такие под размытые это означает что вся эта рыба в движении кто-то просто подруливает плавничками кто-то уплывает кто-то ну может быть мотор испугался в сторону отплывает и вот с этой стороны вот тоже вот эти белые точки каждая точка это рыба и силуэт не четкий и вот очень не четкие силуэты это означает только одно вся эта рыба немного в движении фигня какая-то толстолобы ж не клюют наверное случайно категорический вегетарианец и вот так вот под нижнюю челюсть двумя тройниками сел так как я быстро и ловко снял всегда бы так ну коль ты попался давай покажи нам себе 4-5 килограмм вот такой вот толстолобик вот такой вот толстолобик ударил на паузе вообще на мандулу очень много разновидностей поклевок прижимчик бывает такой тик-тик и на паузе классика со дна он ее тоже ничего себе не часто я вижу чтобы так мандулу проглатывал особенно такой небольшой размер и со дна подбирает обычно такие поклевки либо ну практически никак не ощутимы либо вообще не ощутимы то есть делаем там два-три оборота делаем два-три оборота мандула падает на дно потом начинаем следующую ступеньку рыба уже сидит это означает то что мандула упала в это время произошла атака ты начинаешь подматывать и все уже втыкаешься в рыбу и начинается вываживание в этом плане конечно но холодную погоду когда рыба не активна и когда далеко не все поклевки такие размашистые рыба надежно хватает приманку конечно мандула вручает то что в принципе более-менее любая какая-то поклевка приводит к тому что так или иначе рыба засекается течение у нас справа налево вот поэтому да в принципе мандала предполагает абсолютно там разные аккуратненько и какой-то прижимчик был мандула предполагает там абсолютно разные направления заброса можно и перпендикуляры вниз по течению против потока и обстрим тоже мандула неплохо работает ну короче реально очень универсальная приманка я надеюсь увидели хотя поклевка была слабенькая мне кажется судак о судаком я тебя назвал те еще до судака пилить и пилить но поклевкой порадовал бывает крупная рыба садится ты ничего не чувствуешь а бывает маленький так ударит так звонко так классно прям порадовал как там час волка тот самый период до судака обычно активность повышается ну супер супер и неважно какой там размер кстати покрупнее и белый цвет как видите работает и черный вот так кстати вот этот я очень этот цвет я очень люблю такой вот черненький с ярким хвостиком вообще один из моих любимых шикарно работает закат такое солнце красивая прям образцовая рыбалка так лучше как я вот так вот вот здесь вот за поводок не брать вот так вот я это делаю очень аккуратно но тем не менее рискую потому что частенько бывает так что рыба дергается поводок проскальзывает и вот этой верхней скруткой вот этой вот верхней скруткой можно очень сильно поранится так что как я не делайте прошу вас ну я думаю что понятно там те кто там ловит на мандулу или будет ловить мандул периодически захлёстывается там одна конструкция захлёстывается меньше другая больше ну так или иначе бывает он случается вот так вот во первых как определить легко по сопротивлению то есть если приманка расправленная то одно сопротивление она легко идет если идет тяжелее значит она запуталась ну соответственно запутанный приманкой делать проводку без толку поэтому вот падает приманка до дна сейчас начнем подмотку начинаем по подмотку поняли что ну как бы идет тяжело можно сделать вот так вот сильно подергать и дать слабину в ну бывает помогает не всегда например на там не знаю примерно в половине случаев она расправляется вот но дернули несколько раз но не расправилась но вымотали как бы перебросили вообще рабочий способ вот вот эта точка это моя позиция куда сейчас стремится электромотор я сдвинулся насколько на 6 на 7 кликов один клик по моему что там один метр тридцать сантиметров по моему как-то так он переезжает рыба стоит вот в этой области то есть вот эти вот все вот эти вот мазанные все вот эти вот точки ну колбаски это все рыба то есть понятно что рыбы здесь достаточно много обстрим чуть более динамично пауза будет совсем маленькая вот удивительно ну далеко не все приманки на такой высокой скорости в холодной воде работают поролон до мандулы но когда вода совсем холодная вообще только мандула и поролон остаются то есть это ну холоднее полутора двух градусов а когда выше двух градусов вот в районе четырех например силикон с небольшой пяткой тоже бывает очень неплохо работает а когда вода выше примерно там пяти шести градусов там уже гораздо больше разнообразия приманок а уж летом когда вода 20 градусов там уже вертушки вертушки поверхностные то есть все максимальный спектр приманок это летом в самую теплую воду где-то после восемнадцати градусов восемнадцати двадцати градус и крэнки и вну вообще все сидит сидит судак ну приманку называть не буду приманка тоже ничего там не поменялось грузики я здесь использую 16 18 грамм успел вот так вот за подбородок он схватил прижал его я кидал upstream у него там сильно много времени не было чтобы прицелиться бил как есть ну и часто когда кидаешь upstream и такой динамичные когда такая динамичная проводка частенько за подбородок рыба садится смешно но есть такое правило мне кажется мы его вывели еще когда выступали на чемпионатах россии чемпионатах москвы это был где-то 2004 2006 год вот бывает стоишь вот неудобно как сейчас например да то есть течение оттуда мне приходится кидать upstream но вроде в этой зоне клюет и прям ну поклевка за поклевкой и думаешь а сейчас я перехитрю я встану нормально по-человечески вот там вот выше буду аккуратненько подавать приманку на снос и будет вообще класс вообще супер вот идеально встану вот пока клюет лучше ничего не менять вот золотое правило неудобно ветер там не с той стороны плохо чувствуется проводка но если есть поклевки не надо ничего менять как правило ты потом перевстаешь думаешь вот именно сейчас то встал идеально и больше я не будет ни поклевки в 2004 году уже много лет этому правилу и я до сих пор его придерживаюсь висит на соплях отвалился ё-моё блин тоненько тоненько висел правда за оба тройничка но очень на тоненького самая крупная рыба дня между прочим килограмма два в нем было никто не увидит его очередной сазанчик в рот весна накладывает свои отпечатки как ни крути у этого приманка нечетко во рту в головной части но до этого ловил прям засасывал и за хвостик хватал и задний тройник проглатывал так что он точно атакует ничего не меняю попробовал разные проводки клюет на разные проводки но обычная ступенька классно работает зачем что-то подкидывать поддергивать еще что-то делать если ступенька безотказная поэтому продолжаю ловить на ступеньку на того же черныша мандула черного цвета с ярким хвостиком а я стою теперь с другой стороны течение у нас слева направо и основная масса забросов но периодически можно как и говорил обстрим забирать а так основная масса забросов перпендикуляр и на снос я кидаю стою в канаве кидаю там помельче метра три с половиной наверное подо мной пять то есть потихонечку под меня вот так валятся и по этой канавке путешествует разная рыба сазан карась судак там все подряд но моя цель отфильтровать отсюда судаков в принципе получается аккуратно взял на каждом судаке говорю стандартный стандартный но реально для раскатов характерен в стае плюс-минус один и тот же судак бывают более крупные особи но крайне редко почему-то вот ближе к волгограду там вот а вот нижняя волга она другая там крупного судака гораздо больше то ли он здесь не задерживается то ли ему по каким-то причинам здесь не очень нравится но факт остается фактом основное поголовье килограмм полтора душник уже неплохая рыба трешник хорошая рыба четверка приближен к трофею ну и что зато клев классный о щука ладно щучка вместе с судаками и карасиками и сазанами здесь дружат все дружат со всеми тихо тихо зверюга была в пиявках хотел вам показать пиявки но не могу показать она пока вертелась все пиявки слетели пожеванная пожеванный поролон пожеванная мандула не пожеванный поролон он особенный мандула вот все равно пожеванная она или нет не замечал я какой-то разницы а пожеванный поролон это сила просто тоже аккуратненько взял но я на готове тройники острейшие хотя проглотил неплохо а поклевка была аккуратненько я даже не плохо а отлично вон как подостаскали конечно приманку но ничего тройники острые не затупились в принципе с телом тоже все нормально ну погрызанная ничего страшного работать точно продолжит еле-еле я почувствовал поклевку поклевка была одновременно в тот момент когда приманка на дно упала то есть такой двойной ударчик подбивчик подбивчик а вся приманка глубоко в пасте ну как ее проглотил один поводок между клыков торчит братья-близнецы они там за редким исключением пресловутый вопрос два кольца одно кольцо или без колец если мы ловим на более-менее классические веса 10 15 20 30 грамм я бы заводные кольца вообще не ставят дальность заброса примерно такая же но может быть чуть чуть поменьше ну чуть-чуть реально но некоторые заброса бывает она там чуть подкручивает ее и летит на пять метров но на пять может быть на 7 это уже приличная разница покороче а так в принципе плюс минус ну одни и те же цифры но если мы используем такие условно классические груза там 20 30 грамм 15 либо одно кольцо либо два заводных кольца гораздо больше приманка начнет перехлестываться без заводных колец она не перехлестывается и но смотрите у меня груз это мандала 10 сантиметров но обычно мы используем там 10 сантиметров либо 12 сантиметров вот это 10 сантиметров вот у меня груз 22 грамма здесь то есть он здесь не кажется каким-то негармоничным то есть передний тройник открыт ну задние соответственно тоже беда может быть в чем слишком большой груз допустим 40 50 грамм и тогда этот тройник закрывается хуже реализация меньше рыбы засекается поэтому если вы используете груза там 40 50 и более то там одно либо два заводных кольца уместно я редко крайне редко ловлю там на груза более 55 грамм вот и достаточно редко более 40 грамм но по моему опыту немного лучше засекается рыба да мы отодвигаем нашу приманку от груза ставим там одно кольцо либо два кольца и тогда засекается лучше если на большой тяжелый груз 50 граммовый поставить сразу за ним мандулу то но как-то не знаю первых это и некрасиво выглядит и во-вторых но некрасиво для меня некрасиво и вот этот весь передний тройник он закрывается размером этого шарика да то есть шарик грубо говоря прикрывает передний тройник вот такие мои мысли а ну вот я себе записал такой ну интересный пункт вы же будете нарезку смотреть да самые интересные самые лучшие моменты там будет так опа рыба закинул опа рыба еще закинул и еще рыба вот и многих может сложиться мнение что в этой ситуации там поймаешь на что угодно вот но на самом деле дофиг там и всегда хочется когда пишут такое в комментариях сказать слушай приезжаю приезжай и поймай ну вот серьезно поэтому если я рассказывал что мандулы в холодной воде и вот сейчас на них было больше всего поклевок реально на них было больше всего поклевок да я еще ловил на поролон хорошо и ловил на силикон ну вот такой как я уже показывал показывал это фраб хасл минал хоть у нас выпуск про мандулу я чуть-чуть полавливаю на поролон с силиконом ну так ну как бы сравнить что и как кто клюет как клюет если разница для холодной воды вот основные три приманки это где хасл минал вот такие вот четыре четыре с половиной дюйма с маленьким хвостиком с небольшими колебаниями поролонка и мандулы но раз это раз этот выпуск у нас про мандулы неплохой судак ну да такой около двух килограмм поролонка 125 миллиметров груза те же использую 16-17 грамм всегда наступает один и тот же момент когда на ну если ты ловишь на одну приманку перестает клевать на каком бы то золотом месте не был это ну как всегда связано с тем что разная рыба по разному настроена ну вот поэтому на мандулы клев стих я уже раз 20 наверное в холостую кинул сейчас поставил хасл минал и с какой проводки но где-то с третьей проводки поймал поэтому оптимально конечно если у тебя есть ну несколько приманок там 2 приманка 3 приманки классные для определенных условий и на хорошем месте ты их чередуешь это позволяет поймать конечно больше насколько бы хороша мандула не было вот четыре с половиной дюйма приманка как раз маленькая пятка холодная вода самое то сейчас рыба закончится которая более настроен на силикон и все поролон я уже здесь погонял тоже рыбок наловил сейчас на силикон еще доловлю можно еще зависнуть над рыбой и аккуратненько встать на диповые воблеры половить наверное вот это вот я еще потом сделаю но должно сработать частенько такая схема срабатывает еще одну пробуду ловил это жарих полетел какой же решок прям украшение вечера ешь подумал судак хороший для нижней волги но для раскатов но это жерех килограмма два с половиной может 3 по жереху кстати реально замечал что силикон лучше работает мандал он тоже периодически хлопает но такие вот прогонистые резинки его прям самые любимые здесь и опять же правило каждой рыбе своя приманка она ра она работает в любой воде в том числе и холодной то есть когда ты хочешь с точки реализовать максимум поймать максимум плюсы вариации по расцветкам например по силикону по расцветкам точно есть закономерность то есть там бывает на более яркую лучше клюет бывает на натуралку больше клюет на мандулы я не заметил наверняка тоже есть но пока сколько не ловлю пока не заметил пока в рамках статистической погрешности все это вот поэтому если ты ловишь на одном месте хочешь из него выжать максимум безусловно тебе нужно несколько разных приманок но которые хорошо работают в холодной воде вот поэтому это силикон это мандула это поролон вот на классном месте я так и я так и действовал то есть какое-то количество рыбы я ловил на мандалу может быть половина может быть больше половины потом я долавливал и на силикон и на поролон жору рыба бывает но бывает крайне редко жор я не знаю я на своей практике мне кажется все случаи помню их можно просто по пальцам пересчитать это даже вот я вспоминаю предгорье плата путарана когда мы в одной речке под водопадом там такая чаша ямка была под водопадом размером ну наверное 70 на 70 метров мы за три дня поймали ну не полный дни мы там ловили условно по 4 по 5 по 6 по 7 часов в день мы там ловили за три дня на троих мы поймали там щук наверное 250 примерно столько я насчитал примерно столько и даже там была закономерность то есть сначала клевала вообще на все подряд то есть вообще любую приманку какую ни кинь на неё клевала только на поверхностные не клевала потом одни затухали там колебалки все похуже начинали работать вертушки похуже начинали работать. И рекордсменами по поклевкам был джиг, легкая джиголовка, 8 грамм, либо ступенчатая проводка, либо равномерочка вдоль дна и воблера-суспендеры на паузе. Ну, то есть, это те приманки, которые реально в наших условиях, допустим, средней Волги тоже очень классно работают и в том числе самую несговорчивую рыбу могут уговорить. То есть, сначала летели все активные рыбы, они клевали на плюс-минус любые приманки. А вот потом уже настал черед капризных рыб, и капризные рыбы не на все приманки ловились. Поэтому не надо говорить, что в такой плев поймаешь хоть на окурок. Это, ну, серьезно, не так. Всегда есть закономерность по приманкам и по подаче. Не так что-то делаешь, слишком быстро делаешь, приманка не та. Всегда поймаешь меньше. Прямо золотое правило. А хотел сказать пару слов про Апекс. Ну, его невозможно было не заметить. Я в ходе ролика там показывал, как рыба стоит, ее расположение, что она там в общей тусовке, они все друг с другом дружат, и предвещая там многие вопросы в комментариях, там, что Апекс, как и так далее, лучше с Оликса, не лучше с Оликса. Скажу так, сейчас вода холодная, 4-5 градусов, на частоте 455, мне он очень нравится. Просто шикарно подсвечивает рыбу, очень хорошая детализация, то есть явно по сравнению с Оликсом гораздо лучше качество картинки. Но пока не могу до конца оценить на частоте 800 и на частоте мега. Почему-то очень сильные помехи от работы двигателя. Я с сервисом буквально каждый день на связи, мы пытаемся разные варианты там пробовать, экспериментировать. Пока ничего не получается, поэтому на частоте 800 и на частоте мега сильные помехи. Я вам даже картинку показать не могу, потому что, ну, нет в этом никакого смысла. На частоте 455 все чистенько, красиво, картинка офигенная. То есть и на дальности в 30-40-45 метров очень хорошо видно прям отдельно каждую рыбку. Надеюсь, мы победим эту историю, потому что у Солликса практически с этим проблем не было. Там были небольшие помехи, но потом мы их устранили. Вот. Так что я его только начинаю использовать. Видно, что разрешение экрана оно лучше. И видно, что картинка еще более детальная. Но я думаю, что максимально полно смогу оценить, когда уже буду пользоваться мега и частотой 800. Такие комментарии писали в соцсетях. Я думаю, сейчас типа здесь напишут вот, типа там, мандула. Это типа не спортивный, это для багрения. Я всегда на это отвечал следующим образом. Также можно относиться к любому предмету, да. Ну вот самое простое, возьмем нож. Можно им плохие дела делать, а можно всю жизнь помидоры резать. Вот. Поэтому да, кто-то с помощью мандулы багрит. Но я вам могу сказать, что профессионалы в багрении мандулу используют постольку поскольку там чаще всего идет вход тройник, который вешается впереди там, либо около поводка, либо еще несколько тройников повыше. Вот. Поэтому профессионалы в кавычках багрят так. Да, на мандулу багрится рыба больше. Это объективно потому, ну, больше по сравнению, например, с поролоном, у кого прижатые крючки, да. Или, например, вот по сравнению с двойником. Вот. Но обычная приманка, которая классно работает в определенных условиях. Я бы к ней вот так относился. А делать какое-то чернушное дело можно с помощью совершенно разных предметов. Ну и, соответственно, думаю, как так тонко подвести, что я ловил на свои собственные мандулы. Это мандулы волжские джиги. Вот. Мы их начали делать еще в прошлом году, летом примерно. И, ну, хочу обратить ваше внимание на то, что в любом продукте главные нюансы. В поролоне, как я вам тоже рассказывал, важно, да. Все важно. И материал важен, чтобы он мягкий был, чтобы воздух из него достаточно быстро вылетал. И крючок, безусловно, важен. Он должен быть острый. И приклеен он должен быть классно. И это все влияет на то, как ты будешь реализовывать поклевку. На то, сколько рыбы ты поймаешь. И сколько в итоге эта приманка прослужит. Так вот, в мандуле абсолютно все то же самое. И тройник должен быть качественный, острый. И заточку долго должен держать. И мандула не должна разваливаться. Она должна, ну, быть крепкой. Рассчитана в том числе на трофейную рыбу. На то, что выдержать должна большие нагрузки. Поэтому, наверное, я бы вам советовал внимательнее относиться к этим мелочам и понимать разницу. Потому что, ну, тупой у тебя крючок. Ну, меньше ты поймаешь. Поклевок будет столько же, а засечешь рыбу ты меньше. Ну, развалится у тебя мандула по дороге, когда ты будешь свой трофей жизни тащить. Ну, вот не будет у тебя трофея в руках. Поэтому, с одной стороны, нюансы. А с другой стороны, из этих нюансов и складывается то, как пройдет твой день, то, как пройдет твоя рыболовная неделя. Не, понятно, что цена важна. Вот, безусловно. Конечно, за, там, оптимальные деньги должно быть максимальное качество. Можно сделать, там, еще более ровную, еще более гладкую, да, там, или кто-то говорит, вот какой-то, там, ну, ворс такая, шероховатость. Можем сделать по-другому. Да, можем сделать. Но, во-первых, у более жесткого материала он будет колоться и трескаться, и будет быстрее разваливаться. Во-вторых, она будет еще более дорогой. Вот, и, например, мы посчитали, что, ну, вот, она должна быть вот такой. То есть, да, небольшая шероховатость присутствует, но для меня это не минус. То есть, ну, шероховатость, ну и что. Рыба точно по-своему считает. То есть, она определит, нравится ей приманка или не нравится приманка. Поэтому главное, чтобы она не разваливалась. Острые крючки, ну, конечно, нравилась вам. И самое главное, я, ну, все-таки считаю, чтобы она нравилась рыбе. Своими поклевками она голосует за ту или иную приманку. Я сразу извиняюсь, если какие-то вопросы выпали из моего поля зрения. Можете написать в комментариях, что думаете, я там отвечу. Наверняка я не все аспекты затронул. Но попытался вспомнить каждый нюанс касательно мандалы. Поэтому вывод – очень простая приманка в ловле, в освоении и очень эффективная. А в абсолютно любую воду. Но лично я чаще применяю зимой в холодной воде, осенью и весной. Есть еще один нюанс, который я хотел быстро проговорить. Если обратить внимание, вот здесь бородки внутренние, да? И передний тройник, и задний внутренний бородки. Есть тройники с внешними бородками. И ряд спингистов считают, что внешняя бородка, она лучше, потому что, когда вот так вот все запуталось у нас, да? То есть, типа, внутренняя бородка, она мешает и хуже мандала под водой расправляется. Когда мы вот так вот дергаем, она там под водой, ну, бывает расправляется, бывает нет. Вот их мнение, то, что с внешней бородкой гораздо проще она расправляется и меньше путается. Я сколько ни экспериментировал, могу сказать, и с внутренней бородкой, и с внешней бородкой примерно все одинаково. И примерное количество процентов перехлестов, и примерное количество, ну, тех попыток, когда ты попробовал ее распутать, а она под водой распуталась, и ты продолжил проводку. То есть, я, ну, какие-то либо плюсы, либо минусы бородок внутри или бородок снаружи не заметил. То есть, ну, кому какая больше нравится. По палке использовал ZX-Excelon до 28 грамм, то есть, здесь основные груза там 10, 14, 20, ну, до 28, до 30 грамм. Короче, всю поездку отловил этой палкой, отлично подходит, все классно, все здорово. По катушкам использовал две катушки, это Dive Assertate в 4000 размере и Acuma ITX в 4000 тоже размере. Вот, почему две? Потому что хотел половить разными плетенками, на Acuma ITX стояла уже проверенная плетенка Sunline PSG RLT, проверенная многими сезонами. А на Dive здесь стоял предсерийник от Sunline, хотел тоже погонять, сравнить. Кстати, по Certateate, вот зимы им ловлю уже, могу сказать, что приятная катушка с хорошим ходом, очень легкая. Вот эта мне понравилась. По тяге, все-таки у твина 4000 чуть-чуть более тяговитый он получается. Тянет 4000 хорошо, все здорово, но вот по ощущениям у 4000 твина тяга лучше. И, кстати, Acuma ITX тоже понравилась. То есть, ну, понятно, что ее сравнивать там с Shimano из Dive глупо, да, но за свои деньги хорошая катушка. То есть, я ее половил на море, она выдержала, не развалилась, у нее не изменился ход, она не зарычала. Ну, и продолжаю ловить, вот сейчас тоже джигом ловил. То есть, по соотношению цена-качество мне понравилась. Ребят, ну, я сегодня с самого утра тут вожусь с катером, и заодно задний рундук более-менее свободен. Могу показать и рассказать про аккумуляторы. Обычно он завален, ну, всякие там шмотки, сапоги в нем лежат. Сейчас копаюсь, поэтому более-менее свободно. Как и обещал, больше сезона прошло. Вот, пока без каких-либо, вообще без каких-либо нареканий все отлично. Это аккумуляторы Aspil, литий-железо-фосфат. Отличительная особенность в том, что они легче. Да, они дороже, чем свинцовые, но они в три раза при той же емкости легче. Два по 36 вольт у меня стоят для электромотора. Чуть дальше это сервисная группа. Два по 108. Что у нас там получается? 216 ампер на всю электронику. У них защита IP67, кратковременное погружение под воду. Плюс удары они, ну, как бы хорошо держат по виброзащите. Очень высокие показатели. Поэтому выдерживают все наши полеты, прыжки, хождение в спорте по большим волнам. Больше года прошло, пока все отлично. Это два альтернатора, которые подзаряжают все эти аккумуляторы во время работы основного двигателя. А с этой стороны стоят две зарядки. Одна черная, другая серая. Это, ну, зарядки от 220 вольт, когда-то вечером на плечал пришел и от бортовой сети запитался. Не от бортовой сети, а от сети, там, пирса запитался. Так что, кто задумывается о замене, ну, свинцовых аккумуляторов на литий-железо-фосфат, советую обратить внимание на Аспил. Ну, то есть, смело могу рекомендовать. Короче, Женя уже прицеп спустил, ролики приподнял. Ну, короче, об этой штуке лучше расскажу, когда вытащим катер. Хрен знает, как оно выйдет. Ну, идти попробуем. Хе-хе-хе-хе, если бы. Так, газ, газ не отпускаю. Газ не отпускаю, чтобы прицеп по роликам не съехал. Слушай, так криво я еще не заезжал, если бы в ворота, я бы никогда не попал, конечно. Ты все зацепил уже? Да, цепорол сейчас. Вот, сейчас ролики, соответственно, приподняты. И вот Женя одной рукой, не напрягаясь, но в кавычках, напрягаясь, конечно, немножко, затаскивает 7-метровый катер. Сейчас, подожди, посмотрим. Ну, условия были, на самом деле, не самые простые. Здесь сильное боковое течение, вот, поэтому пришлось несколько раз сравнять. Но Женя мужественно эти 7-метров выволок на роликах. Так что, что? Сейчас покажу. То есть, там ролики встроены вложементы. Вот таким образом. То есть, сейчас ролики в приподнятом состоянии, и катер, ну, если ты спускаешь не всегда по бетонному слипу, там, как я, например, в тяжелых условиях часто, да, по этим роликам очень удобно спускать. Объясню, почему. Потому что у меня, если спускать ходом, и не дай бог остановиться в самый неподходящий момент, электромотор выступает, и он может ударить по вот этой части. Вот, поэтому максимально безопасно это подъехать, немножко вот так вот окунуть задницу в воду, и по роликам аккуратно его спустить. Это очень легко, и, ну, вся техника будет в безопасности. Собственно, когда мы вытаскиваем, что мы делаем? Мы сейчас вытащили по роликам, ролики торчат, да, закатили. Ну, соразмерно с 7-метровым катером это было достаточно легко, а уж там 4-метровую лодку опускать, гораздо-гораздо поднимать и опускать гораздо легче. Здесь есть вот такой вот вентиль, я сейчас стравлю, и, соответственно, ролики уйдут, и лодка сядет на ложементы. Вот, смотрим. Ролики ушли. Лодка... Лодка сидит на ложементе. Все, соответственно, что, вытаскиваем? Дело сделано. Так что такая схема. Мне еще, когда ее... Где-то год назад Дима показывал, Дима Зюзин меня с ней... Первый с ней познакомил. Вот, мы тогда спускали катер, мне очень понравилось. Ну, и, наконец, у меня на принципе такая же. Называется... Практик ПРО. Все, вытаскиваем. Слип неподготовленный, ну, как бы здесь... Очень жиденько так. Но ничего, Женя, с полуторной попытки. Отлично. Все прошло достаточно легко. Поехали. Продолжение следует...